Пришла пора сравнить что-нибудь. Сегодня очередь напольников. Сравним-ка мы Дали Аберон 7 и Дали Цензор 7. Прям каламбур. Аберон 7, Цензор 7, Дали опять же. И зачем Дали выпустили Аберон, когда у них был Цензор в одинаковом формате, непонятно. Но посмотрим. В итоге, конечно же, все решит звучание и цена, поэтому, забегая вперед, могу сказать, что принципиальных отличий в технологиях излучателей, а именно они в основном определяют отличия в звучании. Так вот, нового ничего не появилось. Я так понимаю, произошла некоторая переконфигурация имеющихся ресурсов, надеясь, что переосмысление резонатора и кроссоверов. В результате появилась линейка, которая при сходных параметрах и технологиях звучит действительно несколько иначе. Не хуже, не лучше, а иначе. Если, возможно, где-то прибыло яркости, то там же убыло и глубины, и сочности. Закон сохранения качества звучания в одной ценовой нише. Я сам придумал. Ладно, напомню о Аберонах 7. Два вуфера 7 дюймовые увеличенные твиттер 29 мм со сверхлегким куполом. Далее Аберон говорят это настоящий прорыв. Это первые колонки начального уровня, в которых используется патентованная технология SMC, с магнитной системой связана. Еще в серии Аберон используются вуферы с диффузорами с бумажной пульпы, армированной древесными волокнами. А еще материалы, из которых выполнены динамики, схема кроссовера и геометрия корпусов в серии Аберон, оптимизированы для широкой диаграммы рассеяния. Как-то круто так замешано, и не очень хорошо понял, но поверим. Серия Дали Аберон выпускается в четырех видах отделки. Черный ясень, белый, темный орех и светлый дуб, с соответствующими черными или белыми передними панелями-накладками-грилями. Параметры этой системы. Частотный диапазон в окне плюс-минус 3 дБ от 36 до 26 тысяч герц, чувствительность 88,5 дБ, импеданс 6 Ом, максимальное звуковое давление 110 дБ, частота кроссовера 2300 герц, выскочастотный излучатель 29 мм, низкочастотных динамиков 2 по 7 дюймов каждый, частота настройки фазоинвертора 39,5 герц. Максимальные размеры, включающие основание и защитную решетку, 1015 на 200 на 340 мм, вес 14,8 кг. Далее серия Цензор. Это доступная акустика, построенная на базе Хайенд решений Дали. Отмечается, что конструкция имеет малые потери. Все динамики в серии Цензор сконструированы инженерами Дали. Только так мы можем гарантировать сохранение всех звуковых принципов Дали. Хм, а для Берон кто их разрабатывал? Непонятно. Стильная закругленная грань, уменьшающая дифракцию звука и связанные с ней искажения. Массивная алюминиевая деталь и дополняющая оформление передней панели. Прочное алюминиевое основание возвышает АС над полом и служит для большей устойчивости. Гибкость применения обеспечивают съемные защитные решетки. Тоже, прямо скажем, на скорость не влияет. Ладно, а вот новый 25-мм твиттер, оснащенный мягким тканевым куполом, который вдвое легче, чем у большинства конкурентов, то тут наверняка влияет. Кстати, вот очевидное различие. Выскочастотный купольник 25-мм у Цензора против 29-мм у Аберонов наверняка имеют разную палитру звучания во всем своем диапазоне. Корпус выполнен из выточенной на станке с ЧПУ заготовки из ДВП с отделкой из высококачественного ламината. Ну, это такое. Для достижения наилучших акустических характеристик колонки Цензор демпфированы по бокам сверху и снизу, при этом задняя часть не демпфирована, благодаря чему обеспечивается более прямой контакт между вуфером и портом фазоинвертором. Слышимый результат, более точные басы и улучшенная атака в среднечастотном диапазоне. Любопытно. Напольная модель Цензор располагается на элегантном алюминиевом постаменте, ну, в общем, аналогичной Аберон. Выпускается в цветах черная зола, светлый грецкий орех и белый цвет. Частотный диапазон в окне плюс-минус 3 дБ от 40 Гц до 26500 Гц. Чувствительность 90 дБ, вот здесь чувствительность повыше. С частотным диапазоном, возможно, вы тоже заметили разницу, он здесь поскромнее. Импеданс 6 Ом, максимальное звуковое давление 110 дБ. Частота кроссовера 2400, тоже трошки повыше, чем у предшественника. Выскочастотный драйвер 25 мм. Низкочастотные динамики 2 штуки по 7 дюймов, как и у Аберонов. Диффузор из бумаги, армированный древесными волокнами. Частота настройки фазоинвертора 40 Гц, что тоже немножко повыше. Вес 14,9 кг. Вес почти такой же. Чудеса. Также имеет значение расположение фазоинвертора. Если у цензора он расположен на передней панели, то у Делиоберон совсем наоборот. И это вносит некоторые коррективы в звучание, в расстановку и в частотный баланс звучания этой системы. Остается послушать, как звучит это все. Поехали. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.